Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Прежде всего я бы хотел начать с того, что общая рыночная капитализация криптовалют превысила свой исторический пик. Прошлый исторический максимум был около 830 миллиардов долларов и буквально вчера рынок преодолел эту отметку. Это еще одна прекрасная отметка в истории криптовалют. Также не стоит упускать тот факт, что биткоин взлетел почти до 35 тысяч долларов. Это впечатляет и привлекает огромное внимание к криптосфере. Я очень рад, что биткоин приводит новых людей в криптосферу, что видно на графике популярности поискового запроса биткоин в гугле. Однако существует мнение, что цена биткоина, среди прочего, может быть раздута за счет искусственного роста тезера. Вы просто посмотрите на этот график. Он отображает рыночную капитализацию тезера, которая, начиная августом 2020 года, находится практически в вертикальном росте. Надеюсь, что в этом комьюнити все достаточно умны для того, чтобы не испытывать синдрома упущенной выгоды и покупать биткоин практически на исторических хаях. Просто представьте, что вы сейчас вкладываете деньги в биткоин, и для того, чтобы удвоить свои вложения в два раза, биткоину нужно вырасти примерно до 70 тысяч долларов. И да, по модели Stock-to-Flow Ratio биткоин находится на пути до 100 тысяч долларов, но все равно нужно быть осторожным и помнить некоторые правила, которые обезопасят ваши нервы. Что это за правила? Первое. Не вкладывайте столько, сколько не можете потерять. Второе. Не вкладывайте кредитные деньги. Третье. Не продавайте квартиры и автомобили, чтобы вложить в биткоин. Четвертое. Всегда фиксируйте прибыль. Я делаю так. Когда монета дает x3, я продаю одну третью своих монет, а остальное оставляю на долгосрок. Так я возвращаю свое и больше не рискую потерять свои кровные, зато рискую лишь заработать еще больше на росте. Также не забывайте, что тезер может буквально погрязнуть в судебных делах, которые могут привести к краху рынка по аналогии с XRP и SEC. По крайней мере, такое развитие событий не будет для меня неожиданностью так, как стала история SEC. Никогда не забывайте об этом, нужно готовиться заранее. Сейчас мы находимся в том историческом моменте, в котором массовый синдром упущенной выгоды розничных инвесторов вот-вот придет. CNN разместили статью «Биткоин превысил 33 тысячи долларов» – самый высокий показатель за всю историю. Financial Times пишет про биткоин. Российские телеканалы говорят о биткоине. В компьютерных играх уже шутят про биткоин. Вы богач. Самый богатый в игре. Не тратьте все на биткоины. Розничные инвесторы скоро начнут ощущать синдром упущенной выгоды и будут покупать на хаях, как это обычно и бывает. Что касается Ripple. Сейчас, когда эфириум вырос на 40% за неделю, лайткоин на 20%, полкодот на 75% и так далее, люди смотрят на XRP как на что-то непривлекательное. И я тоже так на него смотрел эти несколько дней. Но потом я вспомнил, как люди смотрели на биткоин, когда он стоил 3 тысячи долларов, когда он стоил 5 тысяч долларов. Он тоже был крайне непривлекателен. В реальности биткоин тогда на самом деле и был самой привлекательной криптовалютой. Именно тогда, когда все от него нос воротили, его и нужно было покупать. Все дело в том, что по отношению к любому другому активу, окупаемость инвестиций в XRP может стать ошеломляющей. Поддерживающая фундаментальные факторы и точка входа соблазняет меня. Конечно, это не популярное мнение, но я осмелюсь озвучить его. Мы не любим покупать на хаях и продавать на низах. Но почему-то все так и делают. Биткоин за 3 тысячи долларов? Нет, это страшно. Биткоин за 30 тысяч долларов? Держите мои деньги. Буквально на днях произошел делистинг приватных криптовалют с некоторых бирж. Например, с Bittrex. Похоже, это новый тренд на 2021 год. Binance, кстати говоря, тоже поддержал эту инициативу и отменил торговлю приватными монетами. Как мы видим, на данный момент идет охота за приватными криптовалютами. Конечно, я не думаю, что конфиденциальные монеты бессмысленны, но фундаментально они являются антиправительственными. По моему мнению, это именно та регуляторная ясность, о которой говорил Брайан Брукс, и которая должна появиться в промежутке от 6 до 8 недель после его заявления. Что ж, добро пожаловать в кульминацию событий. Теперь мы видим, чего они добиваются. Полной ясности, но не криптовалютной, а денежных потоков. Ничего не должно проскользнуть мимо большого дядюшки Сэма. Есть мнение, не так громко обсуждаемое, как рост биткоина, но тем не менее, что законодатели США могут отнести стейблкоины к ценным бумагам. Если USDT будет ценной бумагой, у криптовалютной индустрии возникнут большие проблемы. Но думаю, в долгосроке рынок оправится таких новостей. Это то, что не может пройти незамеченным. Вот еще одна важная новость от Кевина Кейджа. Он пишет «Я смеюсь, когда люди думают, что XRP идет до нуля. Они воспринимают информацию из новостей безо всяких сомнений. Грейскейл сильно верит в XRP. Я думаю, что Глен Хатчинс немного умнее, чем всякие мультяшные аватары в Твиттере, которые говорят, что XRP падает до нуля». 1 января 2021 года Грейскейл добавили еще 12 миллионов долларов в свои XRP накопления. И это самая большая сумма XRP в истории, которую они купили. Как вы видите, Грейскейл покупают на дне и продают на пике. И пока актив падает в цене, они его накапливают. Институционалы всегда выигрывают, а розничные инвесторы обычно наоборот. И на этот раз я хочу быть как институционалы. Я хочу следовать за тем, что делают они. Далее, сообщество XRP противостоит иску SEC. Джон Дитон и те, кто поддержали эту петицию, это 25 тысяч человек на данный момент, подали встречный иск против SEC. Это очень интересная история, ребята, которая показывает, что XRP имеет невероятное сообщество. Думаю, что американский регулятор даже не понимает, насколько оно мощное. Посмотрим, что произойдет, когда все эти люди, имеющие общие интересы, будут работать вместе. Кстати, я тоже призываю вас подписать эту петицию, ссылку на нее оставлю в описании под видео. Ребята, вот этот человек это Стивен Чип. Он работает на OnTheChain.io. Он решил детально изучить эту проблему. Времена становятся все интереснее. Сообщество XRP подало встречный иск против SEC. Но очень интересно то, что SEC, это комиссия по ценным бумагам и биржам США, выступает в роли защитника инвесторов. Так они себя позиционируют. Однако иск SEC, по сути, не защищает розничных инвесторов. Вместо этого XRP, например, потерял около 60% своей стоимости. Так о какой же защите инвесторов они говорят? Нет, они защищают только лишь собственные интересы. Я скажу так, скрипя сердце. Я всегда следую своим правилам инвестирования, которые я вам в этом видео озвучил. Например, я вкладываю такую сумму денег, которую могу позволить себе потерять. Это касается и биткоина, и эфириума, и теслы, и золота, и так далее. В том числе и Ripple XRP, конечно же. Более того, уже несколько лет подряд я всегда говорю, что биткоин должен занимать большую часть портфеля. Все остальное это просто эксперимент. Поэтому, да, я потерял деньги, но я не пострадал от этого. Наоборот, я получил возможность докупить XRP по таким ценам. И я предпочитаю покупать на падениях. Весь медведь же рынок биткоина, я усреднялся почти на каждом громком его падении. И да, идеально поймать дно не получается, но все-таки это были падения. Именно в такие моменты инвестиции и приносят результаты. В такие моменты и создаются лучшие точки входа. И в такие моменты делаются деньги. Вы не можете получить прибыль, если актив достигает исторического максимума. Вы делаете деньги, когда покупаете во время падения цены. Именно в такие моменты появляются миллионеры. Акции Amazon дали 239 тысяч процентов роста. Но для того, чтобы получить такой сумасшедший рост инвесторам, пришлось пройти через 96% падение. Которое, кстати, продолжалось 3 года. Не просто пройти, но и не сломаться, и не продать. 3 года страданий и боли, зато потом огромное вознаграждение и создание невероятного богатства. А теперь посмотрите, это все происходило на протяжении 20 лет. Меня поражают люди, которые хотят вложить сегодня и уже завтра заработать миллионы. Нет. Большое богатство делается очень долго. И сейчас инвестор XRP находится в прекрасном положении для того, чтобы получить преимущество от самой большой миграции богатства в человеческой истории. Причина, по которой я заговорил о тезере, о том, что он, возможно, является мошенническим проектом, заключается в том, что если тезер упадет в цене, то он может потянуть за собой и биткоин, и, соответственно, весь остальной крипторынок. Я не намекаю на провал биткоина, наоборот, я думаю, он сможет пережить провал тезера, хоть и не без последствий. Но я говорю о том, что к этим последствиям мы должны быть готовы. Люди, не знающие, что такое биткоин, к сожалению, видят в нем только способ спекулировать. Купить подешевле, продать подороже, в идеальном случае. К сожалению, сейчас таких людей в биткоине все больше. Ripple XRP же проходит через большую встряску, и знаете, как это отображается на его инвесторах? Они становятся сплоченнее, избраннее. Это как профильтровать воду. В Ripple XRP остаются только те инвесторы, которые видят в нем полезность, партнерские соглашения, правительственные связи, я сейчас говорю не в Соединенных Штатах, ликвидность, которую он предоставит для новой финансовой системы, а также использование в качестве оптовой, ЦВЦБ. XRP это цифровой мостовой актив и решение кризиса ликвидности, который сопровождает любой финансовый кризис и становится причиной, почему центральные банки начинают печатать деньги. Да, к Ripple XRP есть несколько обвинений, которые немного беспокоят, но нам нужно продолжать следить за ответом Ripple на данный иск отсек. Я думаю, что ответ вместит в себя весь гнев и упорство команды и авторитета Ripple. У них есть доказательства по каждому обвинению, у них были годы, чтобы выстроить это дело, но Ripple продолжает держаться и источает уверенность. В криптовалютном пространстве все действительно становится очень интересно. Мы превысили исторические максимумы биткоина и общей рыночной капитализации крипторынка, готовимся к гигантскому булрану, но также понимаем, что есть альтернативный сценарий, в котором криптопространство будет переживать нечто, что недавно произошло с XRP. Сначала подъем на сотни процентов, а затем падение, коррекция к изначальным ценам. Я думаю, что это может быть из-за тезера, на который сейчас плотно наседают регуляторы. Именно он может стать причиной подобных событий в криптопространстве в будущем, но после того, как мы оправимся от потенциальных проблем тезера, все будет опять хорошо. Я не пытаюсь сеять страх, неопределенность и сомнение. Я криптоинвестор и верю в долговечность этого класса активов, да и в то, что он является одним из самых перспективных тоже. Но в дополнение к этому, я не являюсь фанатом тех людей, которые пропагандируют покупку биткоина по текущим ценам для розничных инвесторов. Мне не нравятся люди, которые покупают биткоин на исторических максимумах. Я считаю, что можно найти и другие альтернативы и возможности. Меня часто спрашивают друзья сейчас, когда биткоин стоит 30 тысяч долларов, нужно ли покупать? Лично я не покупаю. Ребята, я уже все купил на медвежьем рынке. Сейчас, когда биткоин растет, я понимаю, что аккумулировал его не зря. Тем же, кто до сих пор не купил биткоин и боится пропустить еще больше его рост, я скажу так. Покупая биткоин на протяжении трех лет, я понял одну вещь. Цена в принципе не важна. Даже люди, которые купили его за 20 тысяч долларов вот здесь, в прошлом булране, сейчас в профите на 77,5%, представляете? Однако все-таки, не покупайте здесь на те деньги, потеря которых слишком сильно по вам ударит. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok